Ну, как у Линчева. Ну, я встретилась с ним, он предложил мне работу. Ну, расскажи про свою работу, Истель. Ой, нет, только не это. Нет, работа у меня... А какую бы ты хотела работу? Ну, я с пиететом большим отношусь к профессионалам своего дела. Если бы я стала профессиональным музыкантом, ничего я не могу сейчас делать. Хотя у меня база неплохая, но я не могу вернуться. Я даже недавно разговаривала с мамой, да, на три года старше меня тоже четверо детей. Закончила МГК имени Чайковского. Такая прекрасная совершенно девушка. Мы вместе в сопрано пели. И я ей сказала, что я безголосое существо. И не только безголосое. Ну, как бы одно за другим потерялось. Я не могу вернуться. То есть в 25 лет я еще пела Чайковского. Для исправления молитвы моя солисты. Но, ну, как бы у меня не было никогда большого голоса. Но нормальный хоровой, такой чистенький, приятный вокал был. И не было проблем с, я не знаю, с интонированием, с ощущением. Ну, просто с вот этой вот естественностью в музыке. А потом, видимо, вот те самые секс и дракс. Точнее, не знаю насчет секса, но дракс и курева, наверное, убили просто... Ну, отсутствие тренировки, ведь это все тренировка, да. И вот эти вот беременности, они, конечно же, тоже все это дело подуничтожили. У меня родился комплекс. И я не могу петь нормально. Ну, и я... И уже все, тут совокупность всяких моментов. Вот, а те, кто... Ну, ты понимаешь, можно же сложную... Как бы вот я слушаю, да, музыку там, или смотрю партитуры. То есть партитуры я уже там сложную сразу не сыграю. То есть мне надо сидеть и ее учить. То есть какие-то... То есть что-то мне, я не знаю, наверное, недоступно. То есть какой-то уровень. И я бы не поступила сейчас никуда. Вот. Даже если взять мою любимую сольфежу или гармонию, да. Вот. Мне кажется, я бы сейчас уже никуда не поступила. Я уже так подзабыла. Прилично. Прилично подзабыла, действительно. Хотя мне это все очень нравилось. Ну, я слышу, конечно, там, где фальшиво, там, ну, как бы. Но я этим не занимаюсь, в общем. Не занимаюсь. То есть я учитель. И сам понимаешь, чем я занимаюсь. Так ты педагог теперь, что ли? Да, я педагог. Да, а как-то с тобой это плохо вяжется. Ну, а как я работаю, лучше не смотреть. Да прекрасно ты работаешь, уверен. Ты с детьми прекрасно обходишься. Я же знаю, это вижу. Это твоя огромная заслуга, безусловно. Нет. Ты совершенно прекрасная мать, я это знаю. Вот где сейчас мой младший сын? Ну, я же пришел в гости. Что, ты можешь когда-то отвлечься? Так что вот.